В Кустанай объявлена массовая вакцинация от коронавируса. Будут ли в связи с этим открыты прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах города и области? Расскажет Наталья Басмурзина. Обманул более четырех десятков человек по всему Казахстану. Полиция задержала кустанайского мошенника, который оформлял кредиты на доверчивых граждан с помощью их удостоверений личности. Новая информационная система как механизм воздействия между субъектами бизнеса и потребителями. Чем полезна платформа ЕТУ-ТУНЫШ и как повышают правовую грамотность потребителей, расскажет Яна Гала. В Кустанайской области объявлена массовая вакцинация. Все желающие, за исключением детей до 18 лет, а также тех, кто имеет медицинские отводы, могут записаться на прививку от ковида в свою поликлинику. Сейчас медики каждый день принимают до 1200 человек. Ожидается, что этот показатель может существенно вырасти, а потому уже сейчас готовятся дополнительные места, где развернутся будущие прививочные пункты. Где именно они будут открыты в Кустанайе, расскажет Наталья Басмурзина. Это свершилось. Добровольная массовая вакцинация от КВИ в нашем регионе официально объявлена. Главный санврач Кустанайской области накануне подписал постановление, в котором категории прививаемых расширились до 14 пунктов. Среди них отдельно выделены не только знакомые ранее группы риска, но и студенты, госслужащие, люди старше 65 лет, работники предприятий и другие. Сделано это не случайно. Вместо того, чтобы одним предложением объявить о вакцинации всех желающих, установленный перечень позволит соблюдать очередность, если вакцин по какой-то причине временно не будет хватать. Но пока никакого сбоя в поставках не ожидается. Как раз наоборот, темпы растут. У нас уже пришло 8 тысяч доз. Сейчас у нас в запасе 7 600. И мы сегодня еще ожидаем 4 тысячи. Возможно, до конца недели еще 4 тысячи. До конца апреля мы ожидаем еще 37 400 доз. Прививать желающих будут в поликлиниках, но только до того момента, пока медики не почувствуют увеличение нагрузки от опоева людей. Сейчас ежедневно в регионе вакцинируют от 800 до 1200 человек. Как только этот показатель начнет расти, появятся новые места для проведения вакцинации. У нас планируется открытие прививочного пункта в торгово-развлекательном центре Костанай-Плаз. Мы уже посмотрели помещение, набор помещений. Там минимальные требования по постановлению главного санитарного чарства Казахстана. Все это соблюдено. Подключить планируют и выездные прививочные бригады, которые отправятся на предприятие и в организации для вакцинации желающих работников. Но пока возможность поставить прививку закреплена лишь за поликлиниками. При этом людей убедительно просят. Прежде чем прийти за дозой вакцины, следует записаться. Либо по телефону, либо через портал ЕГОВ. Ответственность стоит проявить не только в этом вопросе, но и в соблюдении уже привычных санитарных норм. Ведь наш регион вернулся в желтую зону. Возможно, мы будем вводить какие-то ограничительные меры. Но ограничительные меры вводятся с момента нахождения в желтой зоне в течение пяти дней. Мы находимся сейчас второй день в желтой зоне. У жителей области остаются шансы изменить ситуацию. Для этого стоит не пренебрегать ношением защитных масок в местах скопления людей и следовать правилам гигиены. Аспанка Кимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. К другим темам. Мошенника, который обманул более четырех десятков человек, вычислили костанайские полицейские. Достаточно было того, чтобы у злоумышленника оказались фотографии документа будущей его жертвы. Снимки удостоверений личности он собирал и лично, у близких и знакомых ему людей, и через интернет, у жителей других областей. Сейчас подозреваемый задержан, а в департаменте полиции региона рассказали, как он действовал и сколько денег получил. Мошенник из Кустаная обманул 44 человека по всему Казахстану. Как выяснили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции региона, С первого дня по июнь 2020 года 27-летний житель города обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в одной из микрокредитных организаций. Деньги говорят. Причем не на себя, а на других людей. Взаймы составляли от 30 до 50 тысяч тенге. Для получения личных данных граждан мошенник использовал разные способы. Первоначально под различными предлогами брал копии удостоверения личности своих знакомых и друзей, а также родственников. После чего начал использовать социальную сеть ВКонтакте, где в объявлениях найдены документы, брал данные граждан. В других случаях он подавал объявления на OLX о приеме на работу, для чего требовал фото человека и его удостоверения личности. Таким образом, имея на руках и фамилию, и имя гражданина, его индивидуальный идентификационный номер и номер удостоверения, беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты. К примеру, житель города Караганды в августе месяца 2020 года нашел объявление о трудоустройстве водителям по категории С и при переписке по мессенджеру WhatsApp скинул все свои персональные данные. Однако на работу он так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал о том, что на его имя неизвестным лицом был оформлен онлайн-кредит. Задолженность по кредиту составила 50 тысяч тенге. Другой потерпевшей оказалась близкая родственница мошенника. Она узнала о задолженности от сотрудников коллекторской компании через пять месяцев после того, как мужчина получил деньги. Другие потерпевшие получали оповещения о долгах через СМС и звонки от сотрудников микрокредитных фирм. Для потерпевших, кстати, у полицейских есть хорошая новость. Он не будет пока выплачивать, потому что есть обоснования, то есть уже установлены. На каждого гражданина будет выдаваться соответствующая бумага, то, что он является потерпевшим, пострадавшим лицом. Соответственно, он не будет выплачивать. Всего материальный ущерб от действий мошенника составил более полутора миллионов тенге. В настоящее время подозреваемый во дворе он в изоляторе временного содержания. По данному факту ведется досудебное расследование. Всего с начала года Кустанайским департаментом полиции уже зарегистрировано 454 факта мошенничества, совершенных с применением высоких технологий. Количество этого вида преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 61%. Диара Ахмечен и Тарелговской, РТН. На долгий срок отправиться в места лишения свободы Кустанайец признан виновным в убийстве человека и покушении на жизнь второго. Приговор вынесен уголовным спецсудом региона. Кроме того, ожидается и принятие решения по делу еще одного жителя области, которого судят за совершение убийств с особой жестокостью. Подробнее об этом, а также об утреннем ЧП, в результате которого пострадали несколько квартир жилого дома в Кустанайе. В нашей рубрике «Коротко». Автомобиль сгорел в Кустанайе. От высокой температуры полопались стекла в доме, рядом с которым стояла машина. Утром 13 апреля на пульт 101 поступило сообщение, что на улице Мауленова во дворе жилого пятиэтажного дома горит автомобиль марки «Фольксваген». Через 7 минут, когда 10 сотрудников пожарной части номер 5 на двух автоцистернах прибыли на место вызова, припаркованная рядом с домом автомашина горела открытым пламенем. От теплового воздействия погорели оконные рамы и потрескались окна на первом и втором этажах дома. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Через 10 минут пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается – пострадавших нет. Департамент ПЧС Кустанайской области призывает автовладельцев соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств. Приговор вынесен жителю Кустаная за убийство одного человека и покушение на жизнь другого. Вооруженное нападение было совершено в октябре 2020 года. Возле дома, расположенного в районе железнодорожного вокзала на проспекте Аль-Фараби, 28-летний Дмитрий Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного объединения, напал на двух мужчин. В результате 61-летнему Жаксылыку Сайтенову удалось выжить, а 59-летний Жаксыбай Сейтен погиб. Судья Кузнецов заявлял, что защищался. Он, когда проснулся во дворе, не нашел свой мобильный телефон и подумал, что именно двое мужчин, стоявших у подъезда, его украли. Но суд признал Дмитрия Кузнецова виновным в совершении преступлений и назначили ему 15 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Дочери погибшего и пострадавшему он должен выплатить в совокупности 6,5 миллионов тенге в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда. Еще одному жителю области за совершение убийства с особой жестокостью обвинение просит назначить в наказание 17 лет лишения свободы. Напомним, трагедия произошла в декабре 2020 года. Ее участниками стали едва знакомые люди. Они случайно встретились за покупкой спиртных напитков, которым и посвятили весь вечер, вплоть до наступления состояния сильного опьянения и возникшей ссоры. В ходе нее 31-летний житель Качар Евгений Булатов, на которого хозяин замахнулся ножом, отобрал орудие нападения и сам нанес множество беспорядочных ударов по различным частям тела. В итоге голова погибшего мужчины оказалась в пластиковом ведре, стоящем рядом с местом совершения преступления. Булатов в суде признал свою вину. Оглашение приговора назначено на 14 апреля. Новая информационная система как механизм эффективного взаимодействия между субъектами бизнеса и потребителями. Платформа e.tunsh.kz заработала с января этого года. Зарегистрировавшись на ней, предприниматели получают жалобы от покупателей напрямую. Удобно это и покупателям, которые, использовав QR-код продавца, могут отправить свою претензию, что называется «здесь и сейчас». Об этом и о том, какая работа по повышению правовой грамотности потребителей проводится в Костанайской области, расскажем в нашем следующем материале. Только за первый квартал 2021 года в Департамент по защите прав потребителей поступило 141 обращение от жителей области. Оказано содействие по возврату товаров на общую сумму 4,9 млн тенге. Основной проблемой, из-за которой возникают споры между продавцами и покупателями, в Департаменте считают отсутствие правовой грамотности у потребителей. Этот вопрос решают, проводя профилактическую работу. С прошлого года в закон по защите прав потребителей были внесены изменения. Одно из основных изменений – это введение трехступенчатой системы рассмотрения жалоб потребителей. И первая ступень – это рассмотрение жалобы продавцом. В старом законодательстве данная норма также была, но потребители редко обращались к продавцу. Они сразу обращались либо в выполномоченный орган, либо сразу в суд. А с изменением, которые произошли в прошлом году, первая ступень является одним из обязательных требований. Если проблема осталась нерешенной, то вторая ступень – это обращение к субъектам досудебного урегулирования. Это общественные объединения и медиаторы. Если и здесь вопрос остается открытым, покупатель, чьи права были нарушены, может обратиться в Департамент и только потом в суд. Чтобы не доводить дело до суда, в январе этого года в Казахстане начала работать платформа ЕТУТУНОШИКИЙЗЭТ. В новой информационной системе регистрируются предприниматели и покупатели. То есть, если вы купили какой-либо товар, при этом у вас имеется претензия, вы можете через QR-код считывать информацию этого продавца и направить здесь и сейчас свою жалобу или претензию. Эта претензия напрямую поступает продавцу и продавец обязан рассмотреть в течение 10 календарных дней. Ответил руководитель департамента и на популярный вопрос. Когда один и тот же товар при оплате наличными продают по одной цене, а при оплате безналом – по завышенной. Когда карточкой платится или переводом, через QR-код оплачивается, удерживается определенная комиссия или налог. Чтобы это не платить, они бывают цену поднимать, но это незаконно. Потому что в законе о защите прав потребителей сказано, что установлены ярлыком цены, если указана цена, эта цена и должна быть. Поэтому потребитель может обратиться к нам, и мы совместно с органами налогового службы этот вопрос отработаем. Специалисты департамента по защите прав потребителей призвали кустанайцев в случае нарушения их законных прав и интересов обращаться по следующим номерам телефонов. Горячая линия 8705-320-3100, либо напрямую к руководителю 53-46-80. Диара Ахмичин, Яна Гала, РТН. Продолжаем выпуск. К 2025 году в нашем регионе будут запущены 59 промышленных предприятий, как новых, так и прошедших модернизацию существующего производства. Среди них окажутся строительство элеватора в Аркалыке, открытие завода по производству детского питания, а также запуск мясоперерабатывающего предприятия в Кустанайе. Воплотить все эти планы удастся благодаря инвестициям, которые превысят 1 триллион тенге. В Кустанайской области в ближайшие 5 лет реализуют 59 инвестиционных проектов, причем в разных сферах бизнеса. К примеру, они затронут и агропромышленный комплекс, и машиностроение. Воплощать эти идеи в регионе начнут уже в этом году. Планируется реализовать проект по переработке мяса. Это мясоперерабатывающий завод мощностью 20 тысяч тонн мяса в год. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы. Инициатором проекта выступила ТОО «БИФ-экспорт-групп». Данный проект реализовывается в рамках программы «Экономика простых вещей». Такой завод может появиться в областном центре. Еще одно предприятие, но уже по производству мяса бройлеров, планируют возвести в районе имени Биэмбета Майлина. Его годовая производственная мощность может достигнуть 10 тысяч тонн. Внимание уделят и развитию молочно-товарных ферм. До 2025 года в Кустанайской области их создадут 4. И это без учета предприятий, которые намерены открыть «Алжа Агро». В их планах запустить благодаря инвестициям еще 8 подобных ферм. До 2022 года в планах запустить 3 молочно-товарные фермы по 1200 голов КРС каждая. И завод по производству детского питания. И в последующие годы до 2023 включительно еще 5 молочно-товарных ферм ввести в эксплуатацию. Завод по производству детского питания появится либо в самом Кустанай, либо в Кустанайском районе. Место еще не выбрано. Зато более конкретными являются планы по размещению другого предприятия. В текущем году планируется приступить к строительству утилизационного хаба по переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники. Данный проект по-настоящему актуален ввиду активного развития сельскохозяйственного машиностроения в регионе. Находиться хаб будет на территории индустриальной зоны. Отстроить его намерены за два года. На данный момент завершаются все проектно-сметные работы. Среди других значимых инвестпроектов области можно перечислить и расширение производства «Баян-Сулу». Это предприятие планирует увеличить объем выпускаемых кондитерских изделий до 100 тысяч тонн в год. И завершение строительства ветряной электростанции в Кустанайском районе. Там из 16 ветрогенераторов возвели уже 7. И все работы намерены закончить до конца этого года. А также строительство элеватора в Варковыке. Планируется, что он сможет принимать до 40 тысяч тонн зерна. Аспанка Кимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Востребованные специалисты, адаптированные к производственным реалиям. Благодаря проекту «Жас Маман» несколько колледжей города значительно модернизировали и обновили материально-техническую базу. До этого в некоторых из них студенты проходили учебную практику на оборудовании 70-х годов. Сейчас это новейшие лаборатории. На занятия студенты приходят с удовольствием, а преподаватели говорят, что качество подготовки будущих специалистов значительно возросло. Тему продолжит Яна Гала. Преподаватели Кустанайского политехнического высшего колледжа с гордостью демонстрируют обновленную материально-техническую базу. Современное учебное оборудование колледж приобрел по проекту «Жас Маман». Приоритетными были определены две специальности и было оборудовано семь лабораторий и один кабинет. Наш колледж попал в эту программу и по двум специальностям – электроснабжение и хлебопекарно-макаронное конечное производство. По этим двум специальностям нам выделили деньги, мы стали участниками этой программы. Было выделено в 2019 году 340 миллионов. В 2019 году в том же мы объявились, но завершили проект в 2020 году. В лабораториях и мастерских теперь студенты не только проходят учебную практику, но и выполняют научно-исследовательские и лабораторные работы. Оснащены они, что называется, по последнему слову техники. Раньше студенты обучались на оборудовании 70-х годов, что, конечно же, не могло не отражаться на качестве подготовки будущих специалистов. Сейчас же студенты на занятия приходят с удовольствием и в учебный процесс погружаются охотнее. Получается, что оборудование, что и здесь, что и на предприятии, оно похожее, современное. И уже приходя на предприятие, уже намного проще работать с оборудованием, потому что ты уже знаешь, как это все подключается, потому что ты уже в колледже работал на этом. Удалось модернизировать оборудование и еще одному колледжу. Теперь каменщики и штукатуры, строители и столеры в Кустанайском строительном колледже в учебной практике оснащены на 100%. Оборудование закупили на более чем 322 миллиона тенге. Хорошая возможность показать у себя, также и в учебных практиках это все освоить. И уже на производстве они уже готовы, они уже знают, как работать на этом оборудовании. Поэтому здесь, конечно, гораздо облегчилось труд и мастера производственного учения, который обучает, учебную практику ведет. Как считают преподаватели, из стен колледжей теперь будут выходить не студенты теоретики, а студенты практики, адаптированные к реалиям современного производства, а значит востребованные на рынке труда. Алексей Кудрявцев, Яна Гала, РТН. В этом году район имени Биембета Майлина отмечает свой 85-летний юбилей. Несмотря на то, что сам день рождения летом, старт мероприятий, приуроченных к этому событию, дали уже сейчас. Встречу двух поколений провели в Доме культуры. Ровесники района делились воспоминаниями о том, как выглядел этот край в прошлом и как формировались его границы. Подробности расскажут мои коллеги. В этом году район имени Биембета Майлина отмечает свой 85-летний юбилей. Официальный день рождения района приходится на 29 июля 1936 года, когда Тарановский район вошел в состав образованной Кустанайской области. А с 2019 года район носит имя самого знаменитого своего уроженца Биембета Майлина. Этой дате, а также 30-летию независимости Казахстана и была посвящена встреча, организованная районным Домом культуры и Советом ветеранов. Основная часть сегодня приглашенных – это ровесники нашего района, те люди, которые отмечают свой личный 85-й юбилей. И также мы пригласили молодых людей, которые отмечают свое 30-летие. Это встреча поколений. А в целом мероприятие носит название «Это наша с тобой биография». За чашечкой чая ровесники района делились воспоминаниями о том, как выглядел этот край в прошлом, как формировались его границы. Кстати, есть факты и о том, что до 1922 года часть нынешней территории района входила в состав Аятской власти, а часть в состав Домбарской казахской кочевой власти. А еще археологические находки различных экспедиций, работавших на территории района, доказывают, что люди на этих землях селились и трудились еще в IV веке до н.э. Свидетельствуют об этом каменные орудия труда и оружие из бронзы эпохи неолита. Наш старшее поколение делится в ходе таких встреч своим опытом богатым и уже молодое поколение его воспринимает и для себя, наверное, выносит какие-то определенные выводы и направляется дальше в будущее. Помимо этого в сельских округах проходят аналогичные мероприятия, но и летом мы планируем сделать более расширенного районного масштаба, собрать, так скажем, наших ветеранов труда уже в районном Доме культуры. За эти годы многие жители села Айет стали как одна большая семья. Эта идея встречи нас, двух поколений, молодежи и ветеранов, это нужно и важно. Я шла, с одной стороны, как бы волновалась, конечно, потому что я не знала, с кем встречусь. Оказывается, все свои, все родные. Встреча очень душевная, очень приятно видеть здесь людей старшего поколения, ровесников района, которые могут сегодня поделиться своим жизненным опытом и, наверное, многому научить нас, молодых. Украшением встречи стали выступления местных артистов, которые порадовали гостей музыкальными номерами. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Продолжение следует...